Добрый день! С вами Виктор Шефер и сегодня я хотел бы поговорить о дополнительной информации, которую мы получили от нашего государства, насчет темы, связанной с запретом покупки недвижимости людям, которые не имеют статуса в Канаде. Вчера мы получили дополнительную информацию, но, честно скажу, намного умнее благодаря этому мы не стали. Поэтому я хочу вам рассказать то, что мы знаем, где все еще остается очень много вопросов. Напомню вам, что только те, кто имеет permanent essential status или citizenship будут в состоянии купить дом в ближайшие два года в Канаде. Но, истинно очень большой вопрос, что касается людей из Украины. Судя по описанию, которое мы сейчас видим, возможно, что этот закон, который запрещает покупку дома в Канаде, не распространяется на людей из Украины. Но деталей все еще у нас нет. Даже после сегодняшнего или вчерашнего объяснения, которое мы получили от нашего государства, мы все еще не знаем, в конце концов, задевает это людей из Украины или нет. Я думаю, что да, они будут в состоянии покупать дома, но в данный момент 100% гарантировать ничего нельзя. Для напоминания, вы можете все еще купить дом, если у вас нет статуса в Канаде, если вы покупаете четырехквартирный дом, 4plex. Если 3plex, то это запрет распространяется на этих людей. Мы получили больше информации вчера, но, честно скажу, как я сказал до этого, намного умнее мы не стали. И в конце концов, людям дали всего лишь 11 дней, если не попадает под этот запрет, успеть закрыть транзакцию. Хотите больше знать о этих деталях, что значит закрыть транзакцию, посмотрите мое предыдущее видео, где я говорю на эту тему. Давайте вначале мы поговорим о изменениях, которые мы теперь знаем, будут действовать для людей, которые учатся в Канаде, для студентов. Во-первых, эти люди могут купить только одно здание. Во-вторых, они должны сделать минимум 5 tax return. Это говорит о том, что человек должен находиться в Канаде 5 лет. Это не заденет тех людей, которые здесь, может быть, учатся несколько лет. Максимальная цена дома, которую они могут купить, это 500 тысяч долларов. И они должны находиться физически в Канаде каждый год, минимум 244 дня в последние 5 лет. Это говорит о том, что человек, который учится в Канаде, должен минимум 5 лет здесь отучиться и каждый год прожить 244 дня минимум в году для того, чтобы он был в состоянии купить дом. Как вы видите, это очень запутанно и самое важное только для тех людей, которые учатся уже больше, чем 5 лет в нашей стране. Теперь, что касается людей, которые имеют work permit. Этот пункт, я считаю, очень важный, потому что таких клиентов очень много, которые здесь работают и имеют valid work permit. Во-первых, то же самое. Они могут купить только одно здание и они должны прожить и проработать в Канаде минимум 3 года и сделать income tax на минимум 3 года. Это вот самая большая проблема. Это говорит о том, что человек, который приехал в Канаду и прожил здесь всего лишь 6 месяцев или 10 месяцев, потому что официально, если человек имеет work permit, он после 6 месяцев может уже покупать дом с 10 процентами своего капитала, то эта возможность отпадает. Как бы там ни было, мы все еще думаем, что будут изменения и будут поправки, но на данный момент это то, что я могу вам сказать. Человек, который имеет work permit и который меньше 3 лет в Канаде и не делал 3 года income tax в Канаде, не будет в состоянии покупать дом. Это то, что мы знаем на сегодняшний день. Это не значит, что это будет конечный результат. Наш government, как всегда, дает нам по кусочкам, потому что они сами не знают детали, думают, потом решают, что-то нам дают. Если какие-то еще изменения будут, я вам об этом сообщу. На сегодняшний день это все. Желаю вам всем хорошего настроения, до следующего раза в виртуальном мире. С вами был Виктор Шефер.